В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! О чуде в преддверии Нового года мечтает каждый, и оно не заставило себя долго ждать. Благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан» сразу двое жителей Инаульского района стали новоселами в канун 2021 года. Сумма субсидий на строительство жилых домов составила 3 млн 963 тыс. рублей. Это средства из федерального, республиканского и местного бюджетов. Новое жилье нуждающиеся селяне получили по договору найма, а в течение последующих пяти лет они смогут приобрести его в собственность. Благодаря субсидии вклад жителей составит лишь 10% от расчетной стоимости жилья. 30 декабря в торжественной обстановке прошло вручение ключей от дома по улице Магистральная в селе Карманово. Счастливой обладательницей 54 квадратных метров жилья стала преподаватель Кармановской школы Зелена Мухамеддинова. Поздравить ее с этим значимым событием приехал глава администрации района Ильшат Вазигатов, его первый заместитель Сталават Гельмиев, глава сельского поселения Ильдар Султанов, застройщик-директор общества с ограниченной ответственностью технострой Ильга Махмадиев. Уютный дом уже полностью готов к эксплуатации. Он обеспечен электроосвещением, автономными инженерными системами водоснабжения, водоотведения и газом. Гости праздника смогли заглянуть в дом и оценить общую работу. Я живу в селе Старокудашево, приезжаю сюда на работу вместе с детьми. С утра на автобусе приезжаю вместе с детьми, с начальными классами. Дай обед на работу и потом обратно с детьми уезжаю себе туда. Теперь я буду здесь работать, жить. Надеюсь, все будет хорошо. Мне сказали, что в декабре будет сдача под ключ. Мы ждали. И вот 30-го числа уже, как говорится, завтра Новый год, праздник. У меня вот такая большая радость. Не только у меня, у меня большая семья, у меня детей много. Четверо детей, два внука. И мы очень рады. Второй точкой маршрута делегации стала деревня Нарканово Сандугачевского сельского поселения. Участником программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан» стал Ефим Васиулин. Он трудится заведующим молочно-товарной фермы в хозяйстве «Агрэем». Теперь, благодаря участию в программе, на улице Центральная появился новый теплый благоустроенный дом площадью 72 квадратных метра. Поздравить его пришли представители администрации района и сельского поселения. Застройщиком жилья выступило общество с ограниченной ответственностью планета. Ключ – символичной красной ленты в руках у главы семейства. Признается, это радостное событие навсегда останется в памяти. «Смогли построить дом. Наша мечта осуществилась. До такой коротких срок построили дом. Хороший дом, прекрасный дом, теплый. Дети приедут на новый год. Какой большой новогодний подарок им будет. Вот сегодня дочка звонит, уже на поезде едет, уже радостная». В светлом доме уже почти все готово к встрече гостей. На плите стоит большой хозяйский чайник, как символ уюта и тепла. Торжественное открытие семи новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов состоялось в нашем районе в преддверии Нового года. Это стало возможным благодаря реализации в Янаульском районе регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта здравоохранения. В настоящее время в районе работают 10 ФАПов. Здесь есть смотровая, комната пребывания пациентов, кабинет приема, процедурная, прививочная, санузел с доступом для маломобильных граждан, помещение для персонала с раздевалкой. В новых зданиях тепло и просторно. Они оснащены всем необходимым оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи. Подрядчиками выступила компания «Профметал» из Оренбургской области. В 2021 году запланировано открытие еще семи модульных ФАПов в деревне Татарская Урода, Ахтиял, Селах Андреев, Кайбуля, Киткинеева и Каймашабаш. Спасибо, конечно, Министерству здравоохранения за такой проект, что построили такой большой, красивый модульный ФАП. Не сравнить, конечно, вот это здание и другое. У меня раньше было деревянное здание, старое, конечно, уже 1972 года построили, в 1972 году. А здесь, как заходишь, вот белое чистое здание, и настроение сразу поднимается. Раньше было холодно, но сейчас все условия тут есть. И вода, и все-все-все есть. Только остается радоваться и работать. Жители, это вначале они заходят, все как будто в сказку попали, заходят. Потому что для них это непривычно. Все сначала смотрят, радуются. В преддверии Нового года в нашей стране стартовал всероссийский проект «Мечтай со мной». Акция помогает большим и маленьким жителям России поверить в чудо. Участие во всероссийской акции «Елка желаний» принял и главный судебный пристав Республики Башкортостан Ильнур Махмутов. Он снял с елки шар с желанием юной жительницы Янаульского района. 31 декабря судебные приставы пожаловали в гости к 13-летней Гульшан Ахмадишиной из деревни Гудбурово. Девочка учится в 8-м классе Байгузинской школы, в будущем планирует стать психологом. Ее давняя мечта получить в подарок укулеле сбылась. Сладкие гостинцы от главного судебного пристава Республики получили и младшие братишки. Я мечтала научиться играть на укулеле и записывать камеры на песни разные. Я написала письмо на елку с желанием. Я давно мечтала научиться играть на укулеле, поэтому решила попытать удачу. Я раньше ходила на вокал, но сейчас не могу, к сожалению. Но я всегда пою. Мне нравится пение, музыка. Иногда записываю камеры. Сейчас буду на укулеле. Депутаты Единой России продолжают дарить детям подарки. В новогодние праздники депутат Горсовета Уфы Марат Васимов приехал в наш город, чтобы вручить подарок Алине Хасановой. Алина стала участницей всероссийской акции «Елка желаний». Юная жительница Янаула мечтала о смартфоне. Ее мечта исполнилась. В гости вместе с депутатом заглянули и сказочные герои. Подарки в этот день получила не только Алина, но и ее младшая сестра и мама. Получилось так, что в «Елке желаний» я вытащил шарик с ее пожеланиями. И сегодня вот случилось чудо. Как мама Арины сказала, она даже не верила, что такое возможно. И говорит, что на самом деле, оказывается, чудо есть. И вот сегодня это чудо случилось. На самом деле, солнечная девочка Арина получила свое желание, исполнила свое желание. Получила подарок от Деда Мороза. Мамы поделились информацией, что в Уфе проходит елка желаний. Мы решили с Алиночкой написать. Все-таки чудеса случаются, тем более под Новый год. И нас выбрала судьба, что нам подарили подарок. Алиночка очень мечтала о телефоне. То есть ей было очень приятно. Тем более получить подарок от нашего депутата Марата Вазбиевича. Ну, чудеса случаются под Новый год. И мы в это верим. Благодаря проекту «Елка желаний» исполнились мечты более 500 жителей нашей республики. Воплотить их в жизнь помогают члены правительства, министры, общественные деятели. 4 января наш район с рабочим визитом посетил председатель государственного собрания Куролтая Республики Башкортостан Константин Толкачев. Первыми его встречали воспитанники Янаульской коррекционной школы-интерната. Для ребят он привез подарки. Именно их дети загадали в своих письмах Деду Морозу. В этот день в школе царило праздничное настроение. Особую атмосферу волшебства создавали сказочные герои. Взрослые постарались, чтобы дети почувствовали себя счастливыми. Следующим пунктом остановки делегации стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность». Константин Толкачев в своей речи отметил значимость работы всего медицинского персонала и передал главному врачу района Тимуру Мадьярову чайные наборы в подарок для специалистов провизорного отделения. Делегация навестила ветерана Великой Отечественной войны Катифа Гореева и Амирьяна Нурулина. Поздравила их с Новым годом и пожелала здоровья и счастья. Я использовал первую же выходную, чтобы приехать на Волху, встретиться с людьми, встретиться с организациями, посмотреть, как проходят новогодние праздники. С удовольствием признал участие в организации проведения семейных стартов новогодних. Увидел, что большое количество людей задействовано. Мне это радует. Все спортивные площадки заняты. Город хорошеет, меняет к лучшему. Сельские населенные пункты тоже. Я получаю всегда удовольствие, глядя за той динамикой, позитивной, которая происходит в плане изменения обстановки населения. Посетили школу. Особенно понравилась коррекционная школа. Вручили подарки. Вы знаете, что эта школа у нас на особом счету в республике. Более того, то здание, которое недавно построено, оно не имеет аналогов. Не только в республике, но и в России, я думаю. Очень хороший педагогический коллектив. Мы вручили подарки. Надеюсь, что они тоже детям придут по вкусу. Чтобы история, которую мы начали в этом году, она была гораздо более позитивной, более разнообразной, чтобы мы преодолели все те проблемы, которые в прошлом году нас посетили. И год был более удачным для каждого гражданина. Дожить до 100 лет, оставаясь при этом бодрым и активным, мечтают многие. Жительнице Янаульского района Багия Сахратовой удалось перешагнуть свой вековой юбилей. 1 января пенсионерка отметила круглую трехзначную дату в окружении своих близких. Поздравить ее с этим значимым событием пришел и глава администрации городского поселения Фердовис Мензияров. Он принес подарки и гостиницы от имени главы республики администрации Янаульского района и поздравительный адрес от имени президента России. Всю свою жизнь Багия Мухаммедшиновна жила в деревне, работала дояркой и на лесоповале. Сейчас у бабушки трое внуков и пять правнуков. Она и по сей день, несмотря на солидный возраст, не теряет оптимизма. Работой занималась она. Хорошо пекла, хорошо кормила детей, ухаживала. Мы только работали, работали, работали и так хорошо жили с ней, легко было жить. Все было готово. На готовую приехали, пришли с работы, на готовую ушли на работу. Все спокойно были. Бабушка с дедушкой долго жили. Старше они, точно не знаю, больше девяносто были они. Дворотная сестра у нее так долго жила. У дедушки на браде тоже долго жили. Это большими буквами напишут же. Эти большие читают газету, рисунки смотрят. Потом, когда мы не видим, нас не видно, гимнастикой занимается. По десять раз делает. И однажды я считала, меня не видела она. Сорок раз делала. Ой, маму говорю, если я так буду, я умру, наверное. Я не могу так. Она сильная еще. Не согласен бы я. 1 января гостей и жители Янаульского района с нетерпением ждали сказочные герои. Ровно в полдень на Центральной площади прошло традиционное новогоднее театрализованное представление новогодней сказки. Ребеню и взрослых встречал сам царь Горохи и его свита. В этот день они собирали улыбки и на удивление справились с этим делом очень быстро. Шутка ли собрать за полчаса тысячу улыбок? В гости на тройке пожаловали Дед Мороз и Снегурочка. Праздничная программа пролетела на одном дыхании и оставила массу положительных эмоций. Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз и Снегурочка. Социально-оздоровительная акция «Волшебные коньки» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, прошла в дни новогодних каникул на катке спорткомплекса «Юность». Ее организаторами выступили специалисты социально-психологической службы Дворца молодежи. В дни проведения акции ребята могли бесплатно покататься на коньках, отлично провести время и найти себе новых друзей. Социально-психологическая служба Дворца молодежи совместно с физкультурным комплексом «Юность» организовала социально-благотворительную оздоровительную акцию. Она уже у нас проводится ежегодно. Стала традиционной «Волшебные коньки» для детей из особых категорий, скажем так. Два дня ребята могли с удовольствием покататься два часа на катке. И мне порадовало то, что приехали дети с родителями и приехали из деревень. За два дня прокатилось более трех десятков детей, 32, если быть точным. Фестиваль «Новогодние семейные игры-2021» прошел в нашей республике в рамках проекта «Здоровое поколение. Сильный регион». Его главная цель – активное и здоровое проведение новогодних праздников населением Башкортостана. Привлечение жителей к регулярным занятиям физической культуры и спортом. 3 января в нашем районе состоялся школьный этап семейных игр. Команды состязались в конкурсах на скорость, силу и ловкость. А уже на следующий день 23 финалиста встретились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» для того, чтобы определить самую активную и спортивную семью района. Сегодня проходит соревнование среди абсолютных победителей школьного этапа новогодних семейных игр. Состав семейной команды для участия в фестивале – это два родителя и ребенок, независимо от пола. Команды у нас соревнуются в таких видах эстафет, как хоккей-валенках, эстафета-катание на санках и эстафета-катание на тюбинге. Команды победителя, которые займут первые и третьи места, будут награждены памятными призами и дипломами. А все юные участники фестиваля получат от Деда Мороза сладкие подарки, которые были подготовлены партией «Единая Россия». Семья-победитель муниципального этапа семейных игр представит наш район в финальном этапе фестиваля, который планируется провести 15 января на базе стадиона «Динамо» в городе Уфа. Семейный выходной «Зимние забавы» для детей и родителей прошел в нашем районе 6 января. Организаторами праздника выступили сотрудники службы семьи в Янаульском районе. Все желающие смогли принять участие в танцевальном флэш-мобе, спортивной эстафете, разнообразных играх и конкурсах. Сегодня 6 января у нас состоялся наконец-то наш семейный выходной. Он называется «Зимние забавы». Как вы видите, у нас сегодня в семейном выходном эстафеты, спортивные конкурсы, у нас будет хоровод, у нас будет Дед Мороз. Мы очень долго ждали этого дня, потому что в связи с данной ситуацией с коронавирусом мы очень долго не могли проводить наши семейные выходные. Наконец-то сегодня собрались самые ответственные, активные семьи. Вообще семейный выходной направлен на то, чтобы родители и дети совместно проводили свой досуг, чтобы больше общались. Надеемся, что в результате данного мероприятия семьи получат огромный позитивный заряд, хорошее настроение и будут приходить к нам постоянно. Республиканская акция «ЭМА. День чистой зимы» прошла в нашем районе 5 января. На уборку вышли без малого пять сотен сотрудников предприятий, учреждений и организаций, чтобы привести в порядок населенные пункты. Работа шла активно. Благодаря общим усилиям наш район стал чище и краше. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Министерством жилищно-коммунального хозяйства на территории всей республики инициирован «ЭМА», то есть субботники по уборке наших территорий после новогодних праздников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Проводим, готовим наши населенные пункты к встрече Нового года И каждый год, повторяясь, говорим Как Новый год встретишь, так и проживешь Новый год 7 января православные христиане всего мира отметили великий праздник Рождества Христова Торжественные богослужения состоялись во всех церквях и соборах нашей страны На рождественскую службу и на улице и гости района собрались в Иверско-Илиинском храме Люди спешили в храм с семьями, с друзьями или одни, но каждый с открытой душой и добрым сердцем Рождество Христово – один из самых великих праздников в календаре Православной Церкви Поздравить в этот день верующих со светлым праздником пришел и глава администрации района Ильшат Визикатов Уважаемые православные прихожане нашего Иноольского района От всей души поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова Желаю вам мира, добра, счастья Конечно, мы прожили непростой год 2020-й Встречая 2021 год, я вам желаю, чтобы в ваших домах царило благополучие 6 января в церкви встретили рождественский сочельник В храмах в этот день шли праздничные богослужения Утром царские часы Великая Вечерня и Литургия Василия Великого Вечером всеношное бдение переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста Утром 7 января в храмах также по традиции служит еще одну праздничную литургию С завершением рождественского богослужения праздник не закончился, наступили святки Они продлятся до крещенского сочельника, то есть до 18 января В это время люди ходят в гости, дарят друг другу подарки и призывают светить Освящать праздник добрыми делами и поступками Рождество Христово, это Господь пришел с неба, чтобы нас вознести на небо Как и волхвы, принеся дар Господу и Спасителю, так и мы приносим золото добрых дел Ливан, усердных молитв, смирну нелицемерной веры, надежды и святой любви Так и, дорогие еноульцы, сердечно поздравляю вас с великим праздником 20 Рождества Христова Желаю вам крепкого здоровья, радости и помощи от Бога Долгожданные новогодние выходные выдались богатыми и на спортивные события За успехами еноульских спортсменов смогла понаблюдать и наша съемочная группа В первые дни Нового года принято давать самому себе обещания Отказаться от вредной привычки, заняться спортом Сейчас как раз есть для этого время 1 января на стадионе «Юность» прошел забег обещаний Каждому участнику был присвоен персональный номер Они написали свои цели на 2021 год и пробежали 2021 метр Участники бежали не на время и не на скорость, а в свое удовольствие Дистанцию можно было пробежать в комфортном темпе или пройти скандинавской ходьбой На забег обещаний вышли Дед Мороз и Снегурочка, а также сказочные герои Все массовые мероприятия проходят в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» Зимние соревнования способны сделать холодное время года веселым и незабываемым Подвижные игры и развлечения зимой на открытом воздухе доставляют радость И приносят неоценимую пользу их здоровье Для активного досуга жителей и гостей Янаульского района в дни новогодних каникул каждый день запланированы спортивные мероприятия Проводятся они с целью пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья населения Также популяризации видов спорта Прошли у нас уже забег обещаний на 2021 метр, день скандинавской ходьбы, новогодние веселые старты с Дед Морозом и Снегурочкой А сегодня в рамках объявленного Дня зимних спортивных игр в Республике проводим лыжный спринт Также будет зимний футбол В республиканской акции Дня зимних видов спорта прошел товарищеский матч между командами Янаулы и Куиды На нашем обновленном хоккейном корте встречаются мужские команды в товарищеском матче между поселком Куиды, Пермского края и наша ветеранская сборная команда города Янаулы В данный момент у нас идет третий тайм, наши ребята ведут в счете 4-1 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодные новогодние лыжные соревнования среди руководителей организации учреждений Янаула прошли 9 января На поле Сабантуя собрались более 80 участников из 29 коллективов Репортаж соревнования далее в нашем эфире Традиционные соревнования начались с приветственных слов К участникам обратился глава администрации района Ильшат Вазигатов О том, как пройдет лыжный забег, рассказал директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» Ильдар Хисматуллин В сегодняшней программе у нас представлены две дистанции Один километр у женщин и два километра у мужчин В личном зачете у нас разыгрывается комплект медалей в пяти возрастных группах Это согласно положению 17-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 плюс у мужчин и у женщин 55 плюс Спортивный дух, собравшийся, поддерживали музыкальные номера Сегодня у нас проходит новогодняя лыжная гонка Среди руководителей предприятий, организаций и учреждений района Проводимые в рамках Декады спорта и здоровья в зачет спортивных игр К участию в соревнованиях допускаются работники, независимо от пола и возраста В составе трех человек, это руководитель, заместитель руководителя И молодой специалист в возрасте до 35 лет Дистанция у нас для мужчин сегодня 2 километра А для женщин 1 километр пройдут свободным ходом Соревнования лично командные, личные места будут определены По лучшему техническому результату в каждой возрастной группе Отдельно как среди мужчин, так и среди женщин А командные места определяются по наибольшей сумме очков Набранными тремя участниками команды Любые наши спортивные соревнования Это командообразующие мероприятия Которые не только положительно сказываются на командном духе сотрудников Но и сплачивают коллектив И сегодня наши руководители, они большие молодцы Они через личный пример привлекают своих работников К занятиям спортом, физической культурой Мотивируют к достижениям поставленных командных целей Первыми на лыжню вышли женщины Им предстояло пробежать дистанцию 1 километр Старт раздельный, участницы стартуют с интервалом в 10 секунд Степень подготовки у всех разная Тем не менее положительный настрой и спортивный азарт объединяли всех Такие соревнования, лыжные, на улице, зимой Это очень здорово, это весело Но это здоровье Километр было бежать очень легко Если раньше мы бегали 2 километра, да, 2 тяжеловато А километр это в самый раз В целом, в последнее время я сама начала бегом заниматься Просто бегом, не лыжами А на лыжах в этом году впервые Затем побежали мужчины Их дистанция 2 километра Кто-то начинал движение классическим стилем Кто-то коньковым ходом У каждого участника своя техника На финише спортсмены встречали болельщики В этот день и они создавали атмосферу праздника Всех участников в этот день согревали не только коллеги и друзья А еще и горячий чай Эти соревнования стали очередной проверкой физической подготовки участников Каждому из них хотелось показать наилучший результат Уже на финишной прямой спортсмены пытались выиграть несколько заветных секунд Чтобы войти в число сильнейших Очередной раз поздравляю всех жителей Новольского района С наступившим 2021 годом Сегодня проходят традиционные лыжные соревнования Среди руководителей предприятий и учреждений района Заявились 29 команд, насколько я знаю С учетом той обстановки, которая сегодня имеется В связи с коронавирусом С распространением Я думаю, это количество заявленных команд достаточное Для того, чтобы поставить хорошую оценку нам самим, организаторам В этом году встал на лыжи первый раз Беговые Результат Результатом сам доволен По крайней мере, я не ожидал, что Настолько легко два километра поддадутся В связи с предшествующими обстоятельствами Относительно хорошо пробежался И дыхалка особо сбоев не дала Надеюсь, наше здоровье позволит дальше проводить соревнования Более масштабно и массово Скоро у нас лыжня России предстоит До этого, наверное, соревнования между коллективами будут Там уже более резвые лыжники побегут Все это, надеюсь, нам обстановка даст возможность организовывать Самый долгожданный момент любых соревнований – подведение итогов В личном первенстве каждой возрастной категории были определены свои победители Чемпионами среди предприятий стали спортсмены РН-транспорта Серебро – у Центра комплексного обслуживания муниципальных учреждений Бронза – у коллектива и на Ульской центральной районной больницы И это, пожалуй, все новости к этому часу Впереди прогноз погоды Берегите себя, оставайтесь с нами 13 января ожидается переменная облачность без осадков Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба Температура воздуха ночью – 27,29 Днем – 20,22 градуса По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода С прояснением местами небольшой снег на дорогах Гололедица Ветер переменных направлений 0,5 метров в секунду Температура воздуха ночью – 28,33 Днем – 20,25 По северу – до –21 градуса 12 января Памятная дата военной истории России В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одрскую операцию Войска Жукова и Конева нанесли удар невиданной силы Советские орудия произвели обстрел немецкой обороны по типу огненного вала Сильная немецкая группировка в Польше была разгромлена уже на пятый день наступления В начале февраля советская армия оказалась в 70 километрах от Берлина Только 15 января с 10 утра до 8 часов вечера Меховая выставка города Киров в торговом центре «Юбилейный» Головные уборы, дубленки, шубы из натурального меха Скидка до минус 50%, кредит без первого взноса Ждем вас в городе Янаум, улица Азина, 32, над магазином «Магнит» Спешите за приятной покупкой Сегодня всегда дешевле, чем вчера Дети берут пример со взрослых и все повторяют за вами Ваша задача сделать так, чтобы они повторяли правильные вещи Например, чаще мыли руки Надевали маску в общественных местах Чихали и кашляли в локоть И защищались от чихов других Соблюдали дистанцию Чем больше правильных вещей дети будут повторять за вами Тем в большей безопасности они будут Будьте хорошим примером И будьте здоровы Янаульскому телевидению требуется Корреспондент в отдел музыкальных поздравлений Требования Высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция Знания татарского и башкирского языков Справки по телефону 50402 Янаульскому телевидению требуется водитель Справки по телефону 50402 Янаульскому телевидению требуется главный инженер Телефоны 50402 599-95 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok